Огромное количество подранков несут нам, огромное количество птиц, попавших в беду, то ли попавших в провода, то ли попавших под колеса автомобилей, то ли просто выбавших из гнезда. И за 10 лет собралась такая коллекция этих же птиц, что уже позволяет составить такое лебединое озеро, лебединую сказку, куда ходят огромное количество водоплавающей птицы, разнообразной водоплавающей птицы. У птиц есть такая особенность, где она родилась, где она выросла. Даже после отлета она возвращается именно туда и гнездится именно там. У нас уже своя семья, такая достаточно большая, более 100 особей, которые живут непосредственно на этих озерах. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы они и не улетали, а если улетали, возвращались. Мы будем делать большую набережную для кормления этих птиц, мы будем делать специальные домики для них, мы будем делать специальные острова для того, чтобы они чувствовали себя в безопасности, ну и так далее. Будем делать все для того, чтобы они были нашими постоянными питомцами. Будет большое количество информационных стендов, будут проводиться различные детские уроки, уроки биологии, уроки зоологии. Мы готовы к тому, чтобы построить небольшой такой конференц-зал, куда люди могли бы прийти и своими глазами эти все вещи увидеть, но и учиться, почитать, понимать, как действовать дальше, как спасать птица выпрашивая звезда, как не трогать птицу, которая уже встала на крыло, но еще плохо летает и так далее, и так далее, и так далее. Многие вещи людям надо рассказывать, их людей надо учить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!